Штат предполагает уменьшение количества, в том числе и транспортных отделов, которым сколько работают в человеке? Семь. Семь человек. У него уменьшают два раза. Ну, это шутка, ну, только на месяц. Это шутки. Это четырнадцать. Я что хочу сказать? Да, действительно, кроме шуток сейчас, кроме шуток серьезных, мы действительно оценим вашу работу. Потому что то, что вы разработали новый договор, который мы действительно передадим сегодня же на изучение юридического отдела, и на то, чтобы они дали комментарии, извините их, пожалуйста. Паспорт на изучение транспорта моего отдела, за то, чтобы он изучил, посмотрел, дал комментарии, передал юридические ответы. И на основании этих двух документов я обещаю, что мы будем проводить в дальнейшем после отбора перевозчиков, будем заключать с ними договора и проводить паспортизацию маршрутов, согласно совместно наработанным документам, которые вы сегодня предлагали. Второй. Значит, действительно, я услышал от вас, что вы сейчас не предлагаете мне такую оптимизацию маршруток, кроме тех, что убрать дублирующие три маршрута, которые находятся в других маршрутах. Мы можем пересмотреть их немножко расширение и так далее. Третий. Я услышал, что вам не нравится и вы считаете нецелесообразным те маршруты, которые сейчас висят на сайте для знакомых. Так? Так. Так. Четвертое. Маршрутки, карманы, то есть остановки, карманы и так далее. Да, действительно, вчера у нас была встреча с архитектурным советом, в котором у нас прозвучало о том, что мы им две месяцы и они разрабатывают архетип остановочного комплекса. То есть на данный момент по этому вопросу идет, то есть комплекс должен вписываться в общий облик города, который мы планируем, чтобы он приобретал. И, конечно же, транспортному отделу сейчас мы передаем задание отработать все возможные изменения и передать декартаменту ЖКХ на карманы по Херцовскому шоссе. Я также считаю, что Херцовское шоссе, то есть по всему городу у нас карманы пока что это проблемная работа, потому что денег очень много на это уйдет. У нас планируется ремонт Херцовского шоссе в ближайшее время на этом году, поэтому в рамках этого ремонта нужно рассмотреть возможности здания кармана для остановки транспорта. И также установки знака «Остановка запрещена для автомобильного транспорта» в районе от Московской до Советской до Соборной по проспекту Центрального в направлении Центрального стадиона. В направлении Центрального стадиона в сторону Садовой. А там же карман парковочный. Карманы парковочные, парковочные, парковочные карманы и право машины были. Это отдельная тема, мы ее можем обсудить и рассказать, показать. На самом деле это волевое решение, потому что Соборная это просто ежедневный коллапс и позор вообще в центре города такого, скажем так, накопления маршруток, и с ним очень трудно разобраться. Мы выходили год назад еще до Юрия Борисовича с Жен-Жиром, мы хотели разнести остановки. Решение на самом деле простое, но это волевое. Надо просто категорически запрещить установить все знаки, удалить карту паспорта остановки на Соборной и переместить на Московскую все транспортные средства, чтобы остановились на Московской. Что это дает? Во-первых, на Чиклина поворачивать часть маршруток уже растекается, они будут быстро проезжать Соборную, не будет коллапса. Пройти 73 метра мы просчитали на маршрутизаторе с Александром буквально позавчера, когда делали видео по Соборной. 73 метра это не 500, можно пройти. И перед Соборной запретить от декабристов, там есть знак, продублировать сразу по середине пешеходного перехода еще одним знаком, установка запрещена электромашина в первом ряду. Чтобы маршрутка, потому что она имеет право высадить пассажира в любом месте, где не противоречит правилам дорожного движения. Еще могла до Соборной выпросить людей. Автоматом она проскачивает потом в Соборную и уже на Московской вместе с троллейбусом высаживает всех людей. Тут надо, на самом деле, эта проблема очень серьезная. Сейчас так просто взять решение. Надо еще разобраться. И приведу вас на маршруте еще раз по оптимизации. Я не знаю, что это будет. Я не знаю, что это будет.